Послание Отца Абсолюта 26 июня 2020 года Координационные центры на Новой Земле Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы с вами поговорим о том, каким может быть координационный центр на Новой Земле Пятого измерения. Поскольку границы как таковые там будут отсутствовать, мир все же сохранит на первых порах национальное образование, объединенное языковым и культурным наследием. Это поможет людям плавно и гармонично пройти период перехода в иную реальность, пребывая в родной и привычной для них среде. К тому же не все люди сумеют быстро освоить телепатическое общение, которое стирает языковые барьеры и позволяет людям разных национальностей легко общаться друг с другом. Именно поэтому в переходный период понадобится единый координационный центр, в который будут входить люди разных национальностей, хорошо знающие нужды и потребности своих регионов. Он может быть создан, например, на основе Организации Объединенных Наций, в которой уже существуют отлаженные координационные структуры. Но принцип работы этой Организации будет уже совсем другим, и в основе его будут лежать истинные равенства и братства, что и задумывалось при создании ООН изначально, но что было извращено все теми же членами мирового правительства, которые с года в год назначали на ключевые посты этой международной организации своих ставленников. Как только в эту Организацию придут мудрые и талантливые руководители, избранные своими народами, они смогут наладить работу ООН в интересах всех национальных и географических сообществ, руководствуясь при этом законами Вселенной, которые на новой земле Пятого измерения станут основополагающими во всех сферах жизни. В структурных подразделениях этой Организации будут работать специалисты узкого профиля, чьи обязанности будут входить в перераспределение материальных благ таким образом, чтобы ни один народ не оказался ущемленным в правах и не страдал от недостатка того или иного вида продукции. Так на новой земле выцарятся настоящие равенства и братства, исчезнут голод и нищета, национальные различия и расовая дискриминация. Во многом это произойдет еще и потому, что люди с дуальным мышлением уже не способны будут существовать в новых реалиях, а значит и на местах, в тех регионах мира, куда будет поступать необходимая им продукция. Она будет распределяться разумно и справедливо. И для этого в каждом таком регионе в свою очередь будут создаваться уже свои статистические распределительные центры, которые будут учитывать местные условия и особенности, в соответствии с которыми будут составляться заказы в главный центр распределения. Конечно, я дала вам довольно общую схему построения нового общества, но главный акцент мне хотелось сделать на том, что в новых вибрациях Земли люди, обладающие сознанием Бога-человека, вполне способны построить общество вашей мечты, о чем всегда грезили чистые светлые души, воплощавшиеся на вашей планете. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.